Вот получается, мы никто не хотим быть расистами, мы все цивилизованные люди, но получается дикость. Вот у нас дикторы по телевидению, значит, обязательно нужно, чтобы одна была какая-нибудь черная, смуглая, а другая должна быть еще кто-то. А набор этих меньшинств, он же великий, да, и двум дикторам никак не набраться. И получается, что самое выгодное телевизионному каналу нанять негритянку-лесбиянку, мазь-одинуточку. Безногую. Безногую. Вот замечательно. Вот она, да, вот она как раз подходит под все критерии. А ведь если ты этого не делаешь, тебя могут судить за дискриминацию. Ведь это люди делают не от того, что они так всех полюбили или приняли доктрину Маркуза, а потому что они их в суд могут подать. Подать и разорить. Вдруг у нас большая компания. Как-то в частных компаниях, в советах директоров очень мало женщин. Ну, мать честная, да, трагедия национальная. Что же вы думаете, этим компаниям приходится себе находить женщин, чтобы они у них в борде сидели. Это не шутки, это серьезная вещь. Это частный бизнес. Им не нужны эти люди. Да, им нужны люди, которые бы работали. А в результате получается, что и не только никакой справедливости это не дает в обществе, но еще и подозрительность растет, и расизм растет. Вот пойдешь ты в госпиталь, а там пакистанец-доктор. Я же не знаю, может ему диплом дали как политкорректному. Правда? Я от него не хочу. Знаете, я предпосыл, как он там, я не знаю, своего русского иммигранта. Я, по крайней мере, знаю, что он правильно учился и кое-чему научился. А этот, я не знаю, кто ему там дал этот диплом и почему. Может, потому что он темный. Может, это потому, что он умный, образованный. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо.